Всем привет, друзья! Что ж, прошел бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. Достаточно спорная победа Головкина, но об этом в конце. А сейчас переходим к самому поединку. Что можно сказать, бой прошел очень конкурентно. Очень мне понравилось в Сергее, что его абсолютно не смущало то, кто перед ним стоит. Он делал свою работу, как обычно, никакого волнения не было вообще, хотя бой очень значимый. И что самое интересное, пропущенные удары от Головкина не приносили такого эффекта, как обычно. Все держал Деревянченко, особо по ходу поединка даже не пошатнувшись. Не считая момента в первом раунде, но и там нокдаун был не сильным, в том плане, что он не потряс Сергея, а был скорее по инерции. Деревянченко в этом поединке был быстрее, он лучше двигался на ногах, показал отличную работу корпусом, выбрасывал больше комбинаций. Но, тем не менее, пропущенных ударов также было немало. Трипл Джи, в свою очередь, был лучше в тайминге, чувстве момента и в работе на дистанции. Но мало выбрасывал ударов, особенно в первой половине поединка, и очень много пропускал. В пятом раунде, после пропущенного удара по корпусу, Головкин, наверное, впервые за всю карьеру так откровенно убегал от противника. Лично у меня по раундам вышло 7-5 в пользу Деревянченко, учитывая нокдаун, счет 113-114 в пользу Сергея. Если мы сравним этот поединок с первым боем с Канело, где дали ничью, то здесь Сергей выглядел в разы убедительнее. Здесь уже просто идет политика, и Дозон хочет устроить мегафайт Альварес Головкин 3, который принесет много денег. Но при этом вполне понимая, почему судьи могли отдать Гене. Во-первых, большинство раундов были на тоненького, и там отдавать можно было как в одну, так и в другую сторону. Во-вторых, Гена был более точным, и его удары легче засчитывать в копилку. Чаще всего Гена забирал концовку, а Сергей был лучше в начале раундов, пока был более свежим. Что ж, перейдем к выводам. Сергей Деревянченко заявил о себе, как об одном из лучших боксеров этого веса, и дал, я считаю, самый сложный поединок Геннадию Головкину за карьеру. Если бы Сергей был молодым перспективным боксером 20-25 лет, а особенно американцем, я считаю, победу бы отдали ему. Головкин же сейчас на спаде, он очень потерял в темпе и выносливости, а скилла, чтобы переигрывать противника в одиночными ударами, не хватает. Поэтому осталось ему недолго, максимум год-два, и на этом карьера Головкина в привычном нашем восприятии будет закончена. Объективно, это достаточно равный поединок, в котором раунды можно отдавать в зависимости от симпатий, к тому или иному боксеру или к тому или иному стилю. Ну а на этом у меня все, оставайтесь с нами.